Здравствуйте, дорогие партнеры. Мы очень рады приветствовать вас на традиционной планерке, которую мы проводим в 9 часов вечера по Москве, сразу же как завершается каталог. Сегодня нас с вами ждет не совсем обычная планерка, так как основные запуски программ, предложения, которые у нас будут действовать в период четвертого каталога, были нами сделаны уже в пятницу в 2 часа дня. Запись этой встречи вы можете также посмотреть во всех материалах. Я рекомендую вам это сделать обязательно, если вдруг еще вы, ваши ключевые партнеры, не посмотрели основное сообщение, которое было дано от компании. Сегодняшняя наша планерка будет больше посвящена плану действий на период действий четвертого каталога. Мы поговорим о том, как в нынешних реалиях строить бизнес, как адаптировать свой бизнес под текущее обстоятельство и, конечно же, как получать результат. Сегодня эту планерку проведу для вас я, меня зовут Екатерина Дудко, я являюсь директором по работе с ключевыми партнерами Арифлейм Россия. И сегодня в, можно сказать, нашей студии вместе со мной очаровательные гости, топ-лидер компании Арифлейм, бриллиантовый директор Светлана Зубанова. Здравствуйте, здравствуй, Катя, здравствуйте, дорогие партнеры. Ну что ж, я предлагаю вам сейчас взять блокнот, взять ручку, потому что наша сегодняшняя планерка будет максимально практичной. Наша задача сделать так, чтобы по итогам этой планерки вы смогли усилить свою систему, проверить свою готовность и готовность своей команды к успешному четвертому каталогу. Ну и, конечно же, возможно, взять для себя какие-то новые фишки, новые идеи, которые вы обсудите вместе со своей командой сегодня, после завершения каталога. Ну, либо те, у кого уже совсем поздно, сделают это в воскресенье. Поэтому мы готовы начинать. У нас будут три основные темы нашего сегодняшнего диалога. Первое – это активность, второе – это рекрутирование, и третье – это развитие лидерства. Светлана, я предлагаю начать с активности. Для активности у нас есть отличный Е-каталог, у нас есть очень интересные вкусные предложения внутри каталога. Светлана Бойцова специально для всех нас записала специальный обзор по четвертому каталогу, где она рассказала о акциях внутри и рассказала о тех инструментах, которые будут помогать нам работать над активностью. И я хотела бы задать вопрос сейчас тебе. Как ты планируешь вместе с командой работать над активностью в четвертом каталоге? Кать, вот смотри, как мы, в принципе, работаем с активностью. Стратегия нашего проекта, нашей команды, она всегда складывается из того, что мы вовлекаем наших партнеров делать заказы в нулевой день каталога, то есть в воскресенье. Максимально в первые три дня каталога. Мы очень часто устраиваем какие-либо акции, даже подарки дарим, чтобы люди сфокусировались на вот этих вот первых трех днях. Почему это важно? И всегда лидеры всех команд это проговаривают, каждый каталог в командном чате, потому что туда же добавляются новые партнеры, им нужно просто понять стратегию нашего развития на каталог. Почему важно делать заказы в первые три дня каталога, а уж, конечно, ключевые партнеры, они все делают в нулевой. То есть мы прям вот даже если, например, новичок пришел в конце прошлого каталога, мы его сразу же окунаем в эту стратегию, чтобы он понимал, потому что все есть на складе. Мы сами сейчас все понимаем, что продукции просто может не быть, поэтому сейчас это вообще актуально и с этим надо работать как никогда. То есть нужно самой понять для себя, почему это нужно. Нужно это объяснить ключевым партнерам, если этого еще пока нет в команде. И вообще это нужно объяснять всей команде и просто это делать и этот фокус держать. Пока есть продукция. Максимально делаем заказы в нулевой, первый, второй, третий день, вот до среды. Лидер команды и ключевые партнеры уже видят в принципе расклад и исход каталога. То есть мало того, что сделали ЛТО и пошли спокойно рекрутировать, работать с командой и развиваться, мы уже видим, как этот в принципе каталог у нас работает. Поэтому, чтобы не было такого, я даже проводила как-то такое наблюдение, я вижу, что директорские команды, которые в среднем, ну вот новые команды делают 7500 бонусных баллов. Есть команды, которые натягивают на конец каталога, да, то есть они прозванивают очень активно четверг, пятница, суббота и в принципе делают результат, ну на последних часах. И те команды, которые закрываются, например, в понедельник на третьей неделе, да. То есть разница в этих командах, баллов может не хватить от 500 до полутора тысяч баллов на команду, потому что уже отсутствующие позиции, потому что уже подвисает сайт, кто-то там, особенно это в летний и весенний период, то, что нас сейчас ждет, да. Кто-то где-то в деревне, нет интернета, там не дозвонились, вы элементарно не дозвонились до партнера, да. И просто команда на 7500 теряет вот такое количество бонусных баллов. Поэтому однозначно фокус мы будем смещать на первые три дня. А сейчас особенно, потому что, ну, дефицит продукции на складе, он по-любому будет. Да, согласна, что в первое время, да, пока мы не войдем в ритм, пока не будут найдены пути стабильного, стабильных поставок, да, такое действительно возможно будет. Потом, что еще, Кать, нужно сделать, и мы уже это делаем и будем сейчас делать, это спящие. То есть это те люди, которые у нас не разместят заказы по каким-то своим причинам в третьем каталоге, хотя мы с ними сейчас со всеми проработали, что цены будут повышены на 20%, осталось там 2-3 дня, ты можешь заказать то, что у тебя, ну, и так ты в ходу тебе, то, что тебе надо, может быть, то, о чем ты когда-то мечтала, но себе не купила, тот же набор NoFage, сейчас идет к нему батончики, да, в подарок. Поэтому со спящими это текст спящим и рассылка, то есть если цены в других магазинах повысились, в магазинах, там, в компаниях на 60-70%, то у нас всего на 20, всего лишь на 20, то есть делаем акцент на это. И вот это вот все вместе, оно должно, ну, точно нам помочь, чтобы мы вот четвертый, четвертый каталог, он и так после праздника такой рабочий очень каталог, а сейчас особенно, потому что нам сейчас, мы выходим на сцену. Когда другие уходят, наше время вот выходить на сцену, поэтому фокус обязательно на начало каталога и работы со спящими. То есть получается, что вы ставите перед собой задачу в первые дни каталога максимально коснуться всех спящих в команде, сделать им сообщение с фокусом на то, что у нас цены повысились всего на 20%, и непосредственно задача каждого ключевого партнера проработать свою команду, чтобы активные разместили заказы в первые три дня. Однозначно, да. Супер. Свет, скажи, пожалуйста, как вы работаете с Е-каталогом, потому что на ближайшей каталоге это наш основной инструмент для работы, и как ты готовила команду к этому процессу, и как вы работаете сейчас? Ну смотри, Катюш, я сама родом из офлайн, то есть я пришла в тот рефлейм, когда мы работали только с каталогом, когда не было интернета, и мы смогли перейти в онлайн. И сейчас для нашей команды, для моей команды не проблема Е-каталог, то есть мы с ним работаем, во втором шаге для новичка мы даем технологию работы с каталогом, то есть как ему презентовать, ну вообще все там, я рассказываю голосом, как это делать, и поэтому в принципе последние годы, вот как он появился, год там сколько он у нас, да? Ну давай так, электронный каталог, естественно, у нас был достаточно давно, но сейчас нет каталога. То есть вот такое обучение, я думаю, что, наверное, еще раз нужно и нам самим провести, да, и в чатах дать, потому что, ну, пятый-шестой каталог, мы вынуждены будем работать с Е-каталогом. Ну, пока так. Те, кто в командах остался и работает еще офлайн, то есть только с бумажным каталогом, ну, прямо таких, конечно, не так уж и много, но они, эти люди есть, точечные созвоны с каждым, и прямо объясняем, куда нажать, что делать. Ну, простое человеческое общение, по-другому никак. Объясню, почему. Важно сейчас сохранить каждого партнера. Сейчас каждый особенно важен и нужен. И не полениться потратить эти 10-15 минут на человека, чтобы ему объяснить, потому что уже все, вот, ну, дальше тянуть некуда. Каталогов бумажных не будет, поэтому нужно заняться каждым человеком в вашем информационном листе и рассказать ему, как работает с Е-каталогом. Но другого пути нет. Соглашусь, здесь два ключевых момента. Если вдруг чувствуете, что еще команда проседает где-то по работе с Е-каталогом, обязательно возьмите все материалы и проведите командную встречу. Здесь вот я тебя очень сильно поддерживаю. И на этой встрече, да, там уже можно среди команды задать друг другу вопросы, поделиться опытом. И здесь хорошая тема прозвонить каждого, кто пока еще, как вам кажется, на вы с Е-каталогом и рассказать индивидуально человеку, как работать. Это очень хорошее. Я просто предполагаю, что, ну, знаю даже, что сейчас нас смотрят те люди, те команды, которые вообще работают только оффлайн, только с каталогами. И, допустим, 12-процентная команда, да, 15-процентная команда, менеджер, да, ну, надо встречаться с людьми, надо звонить, говорить, что вот такие дела, давай я тебе расскажу, покажу. На самом деле, те, кто, ну, вообще далек от онлайн, такие есть, у меня в команде такие люди есть, например, они из моего города. Я конкретно буду встречаться, назначу встречи и каждому расскажу. Каждому расскажешь, собственно говоря, я покажу. Мне кажется, что в рамках этого диалога можно будет еще договориться о каких-то способах коммуникации. Допустим, я, если ты там, не знаю, принципиально, ты партнер, даже не партнер, ты просто консультант, который покупает для себя, и пока говоришь, что я не готов к ей каталогу, разное может быть, тогда давай договоримся с тобой о видах коммуникации, как я смогу рассказывать тебе о классных, интересных предложениях нашего текущего каталога. Мне кажется, что здесь вот индивидуальный звонок, индивидуальные касания крайне важны. Спасибо тебе большое. Собственно говоря, по активности мы с тобой прошлись по основным фокусам, которые будете делать вы, и сейчас мы переходим к теме рекрутирования. В плане рекрутирования у нас с вами есть бесплатная доставка для новичков на заказы от 50 бонус-баллов и, конечно же, бесплатная регистрация. Свет, скажи, пожалуйста, в связи с новыми реалиями, с некоторыми ограничениями в социальных сетях и так далее, как вы будете рекрутировать, какие фокусы перед собой ставите и так далее. Поделись, пожалуйста, планами своей команды. Ну, смотри, Катюш, я скажу так, что я сейчас, я вообще, честно говоря, не читаю особо каких-то там новостей от блогеров, может быть, и вообще каких-то новостей, но я этот бизнес чувствую, и я сейчас его чувствую так, что, ну, скажу, что я, например, вела соцсети закрыто, да, то есть я приглашала в закрытой форме. То есть можно приглашать открыто на Арифлейм, Арифлейм. А я вела именно в закрытой форме, это давало плоды несколько лет. Ну, честно, 19, 20, 21. Это работало прекрасно. Человек увлекался мной как личным брендом, знакомился, подогревался в соцсетях. И потом я говорила, а знаешь, я вот в Арифлейм бизнес-то развиваю. Человек такой, вау, Арифлейм, ну, как бы с вами в огонь и воду. То есть вот такая у нас какая-то была стратегия рекрутинга. Но сейчас я понимаю, что, и я уже это стала делать, я просто продаю влог. Возможности и продукт. То есть, ну, мы же продаем возможности, да, поэтому я просто сейчас не хочу работать в закрытую, потому что, ну, сейчас наше время пришло. Если мы будем говорить, что рынок очистился и очистится, что не будет очень многих брендов, других компаний, то сейчас наш выход. То есть сейчас нам нужно, ну, просто громко кричать о том, что у нас есть вот такие-то возможности, у нас есть офигенный продукт. И даже муж мне говорит, слушай, ты когда это говоришь, там, допустим, в Инстаграм у тебя глаза горят, рассказывай про это. То есть это действительно мы умеем делать, все умеем делать, потому что мы влюбляемся в продукт, мы любим компанию, мы любим возможности. И поэтому сейчас, мне кажется, это должна быть открытая продажа, открытые посты про уход, про ароматы, про наши масла и про наши возможности, самое главное. Потому что на самом деле, ну, если подумать сейчас, посмотреть на рынок труда, все очень непросто. Поэтому я лично буду рекомендовать своим партнерам в команде именно открыто начинать вести в социальные сети и открыто вообще подходить уже к людям. То есть перестать бояться чего-то, стесняться. Да, нас душили стереотипы все эти последние годы, да, стереотипы об Арифлейм. Честно говоря, это прям боль, потому что приходилось именно отрабатывать возражение, что мы не такие, у нас все по-другому. Вот, а сейчас можно просто открыто заявлять, то есть пришло время проявляться. И те, кто не вели до сих пор личный бренд, ну, просто без этого уже никуда. То есть, ну, сейчас вот, например, 14 марта закроют Инстаграм. Ну, куда мы пойдем? Мы идем в ВКонтакт и все принципы работы в соцсетях там, в принципе, сохраняются. Мы ее знаем, эту соцсеть. И сейчас самое время начать развивать личный бренд. Мы идем в Телеграм, то есть заводим каналы, у кого нет, у кого есть, начинаем активно. Ну, Телеграм – это немножко такое средство связи, немножко камерное, какое-то личное. Там можно больше рассказать о себе, там можно наговаривать подкасты, голосовые сообщения, какие-то свои переживания. То есть, то, что, в принципе, в Инстаграм, в соцсети особо не расскажут, потому что ты там ограничена по 15 секунд. А в Телеграм можно голосовые сообщения и долгие, на 5 и на 7 минут, чтобы люди слушали, проникались и приходили к тебе в команду. То есть, я вот, например, это вижу так. То есть, просто открыто рассказывать, позиционировать себя, говорить о продукте, как используем, показывать. Это вот прям вообще сейчас просто проявляться максимально. Ну, и теплый круг, конечно, Катя, не могу. Правда, только прям сняла, у меня суставка. Что тут говорить, это я сейчас как бы немножко о методах и о позиционировании, да, если говорить еще о рекрутинге, конечно же, мы начинаем с теплого круга. Конечно, это, когда вывод в рекрутинг новичка идет, надо максимально проговаривать, да, что теплый круг – это твой тренажер, что ты сейчас поучишься, ты посмотришь, как отрабатывать возражения, как говорить, как коммуницировать, как диалогить. То есть, конечно, теплый круг. Если новичок идет на каскад, ну, то есть, приглашает, у него есть кого, да, то это однозначно каскадный метод, да, чтобы вот этой остановки не было. Потом еще такой момент, смотри, сейчас огромное количество людей добавляются в Телеграм, то есть, они прям пачками туда заходят. Я про них уже забыла, они заведены у меня в телефон, я прям вижу, как человек один, второй, третий добавляется, то есть, ищут альтернативный мессенджер и заходят в Телеграм. Да, прям вот Катя сказала в самом начале, да, Катя, что нужно взять ручки и блокноты и писать. То есть, сейчас надо, это прям домашнее задание, подготовить личное сообщение этим людям, которые еще будут вот так же пачками заходить в Телеграм, и от вас должно идти этим людям письмо с возможностью, вот прям не буду я ничего говорить, каждый составит так, как его речь развивается, то есть, как будто, ну, вот ты говоришь… Как привычно. Привычно, да, как ты говоришь, так и нужно вот написать это сообщение. И всем, кто добавляется, это писать. Дальше, когда несколько дней назад я зашла в ВКонтакт, который, ну, для меня соцсеть уже такая второстепенная, но, слушайте, ребят, я обалдела. Все мои терминажки, все мои какие-то бывшие клиенты, которые отошли от меня, потому что, ну, фокус был немножко на другом, там есть, было, где брать людей. Я обалдела. Дело в том, что я в декабре завела новую страницу в Инстаграм. Я начала с нуля развивать, дабы там было все, хорошая статистика, и дабы показать команде, что можно с нуля начать сейчас развить личный бренд. И у меня там в ВКонтакте сейчас даже больше подписчиков, чем в новом Инстаграм. И я прошлась по друзьям, я обалдела, сколько у меня там есть людей, которые были в моей команде, терминировались, я даже забыла про них. Конечно, я им уже начала всем писать. Офигеть. То есть для меня ВКонтакте сейчас это, как, знаете, открытие мира. Оказывается, на самом деле у меня очень много знакомых. И я на самом деле в своей жизни, в своем бизнесе контактировала с большим количеством людей. И я еще пойду по их друзьям. В общем, поле непаханное. То есть вот мы это проговорили. То есть терминашки, добавление в Телеграм. И, конечно, новые соцсети, которые сейчас наверняка вот уже какая-то есть. То есть уже предложение есть вступить. Надо туда просто пойти. Потому что ведь мы же тоже в Инстаграм пошли не сразу. Мы и ВКонтакте пошли не сразу, да, из одноклассников. Поэтому тут сейчас надо быть. Ну, лидеры Арифлейм, они более гибкие даже, ну, чем простые люди. И изменения, они для нас норма. То есть мы адаптируемся под эти изменения. Сейчас рекрутинг, он должен быть, знаете, во-первых, ну, в фокусе. И второе, очень таким прям подстраиваться. Просто люди сейчас везде. Их сократили. 9 миллионов в год сократили людей в прошедший год. И эти люди сейчас ищут, куда себя пристроить. Много профессий инстаграмных, визуализатор бренда, еще что-то, еще что-то. Вот они просто уходят. Эти люди в растерянности. Но у них есть навыки. Они фрилансеры. Они уже хотят работать на себя. Они рассматривают возможности. Это тоже сейчас те люди, которым мы с вами можем идти. И они все есть ВКонтакте. Ключевое, то, о чем ты сказала, да, это проявляться. То есть сейчас есть две основные возможности. Это план успеха, который работает. И, конечно же, это наш продукт. Ты просто об этом говорить. Говорить в открытую. В открытую приглашать. Давать возможности. И делать это на ежедневной основе. Максимально-максимально много, насколько ты можешь позволить себе в рамках своего времени. Ты знаешь, Кать, мне кажется, сейчас даже новичку наш бизнес будет вести, развивать легче. Знаешь почему? Потому что не надо запоминать обилие вот этих наших программ. Нами любимых, да. И мы, конечно, все очень большое количество подарков получили по этим программам. Но их сейчас нет. Ну, такова реальность. Ничего страшного. Зато коммуницировать просто план успеха – это очень просто. Это очень легко. Возможности наши и наш просто обалденный продукт, который мы любим. То есть стало гораздо проще вот в плане коммуникации. Супер. Спасибо тебе большое. У меня тоже сложилась такая картинка в сознании, да, как рекрутировать и каскад, и развитие личного бренда. Да, такое прям яркое сообщение. Работа с нашими терминированными партнерами. Их огромное количество. И, конечно, у всех директоров есть списки. Если нет списков, то вы всегда можете попросить эти списки у ваших камов. Они с огромным удовольствием их предоставят для работы. Мне кажется, ты абсолютно права, что сейчас поле не пахано. И по моим ощущениям, что многие сейчас находятся в поиске. И наше предложение сейчас будет встречаться с распростетами объятиями. Это радует. Спасибо тебе большое. Ну и третий блок, к которому мы с тобой подходим – это развитие лидерства. В рамках развития лидерства у нас продолжают работать квалификации. На Дубай, на Золотую конференцию. И мы с вами помним про пятый каталог, в котором необходимо открывать новые звания тем, кто планирует квалифицироваться именно по новому званию на Дубай. Мы, конечно, говорим с вами о том, что у нас продолжается квалификация на банкет директоров. Также в этом четвертом каталоге у нас продолжает работать лидерский клуб. До конца года мы с вами будем работать вместе с программой Double Speed. И, конечно же, в этом каталоге у нас продолжает действие программа Grand Prix. А также подключается уникальная возможность получить уникальную, оригинальную, эксклюзивную подвеску, первую подвеску на браслет, который получат совсем скоро наши старшие менеджеры по итогам третьего каталога. Поэтому мне кажется, что здесь невероятное обилие программ и предложений. Сэр, здесь я хотела бы поговорить с тобой о том, как ты планируешь поддерживать уровень энергии в команде, как вы планируете свои действия и так далее. Расскажи, пожалуйста, все, что связано с развитием лидерства в твоей команде. Ну, что здесь, да, по развитию лидерства? Во-первых, про подвеску хочу заметить. Для всех. Может быть, кто-то эту информацию не знал или просто не услышал. Эта подвеска, она от Норкин. Да? То есть мы должны понимать, что это эксклюзивная, юбилейная, не знаю, юбилейная, да, можно же назвать? Да, конечно. Да, она специально к юбилею сделана. Да, бижутерия. То есть обязательно 22% надо иметь, чтобы эту эксклюзивную вещь просто заполучить. Вот. По поводу, ну, развития лидерства. Что тут можно сказать? Это, наверное, после рекрутирования или, может быть, на том же уровне, да, с рекрутированием очень важная наша задача. Что такое Reflame? Это развитие команд. То есть бизнес Reflame – это вот как сантиметровая лента, как я говорю, да. Вот в сантиметровой ленте мера – это один сантиметр. Один сантиметр, два сантиметра, три. Вот это мера. Сантиметра, метра, да. А мера нашего бизнеса – это директорские команды. Сначала вы становитесь директором, понимая систему и работаете в системе своего наставника. Потом вы работаете со своей командой. И вот мера бизнеса – не просто стать директором, а вырастить директоров в ваших командах. Один директор, два директора – вы золотой, четыре директора – вы сапфир. Вот мера бизнеса – это директорские, лидерские, автономные организации, которые будут работать уже потом без вас. Вот это главная задача. Вот прям менеджерам это надо записать. Поэтому, приходя в Reflame, вы должны себе давать четкий отчет, что вы будете работать с людьми, с командами. И вы будете постоянно развивать свое лидерство и лидерство в людях. Это никакой другой работы. Как бы в Reflame другая работа ее не будет. Вот это она и есть, вот эта работа. И поэтому, что нам сейчас важно? Система. У кого она есть – отлично. Немножечко надо будет сейчас поменять обучение, потому что программы поставлены на паузу. И нам надо сейчас сделать всем апгрейд обучения, чтобы там все было актуально, чтобы не путался наш новый партнер. Дальше. Если системы нет, ее нужно срочно создавать. То есть система планерок, система встреч, поддерживать дух команды, обязательно вести социальные сети, личный бренд. То есть когда ваши партнеры заходят к вам в инстаграм и видят, что вы проснулись, погуляли, вы пошли рекрутировать, вы проводите планерку, что вы живая, вы не валяетесь в депрессии от этих событий. Что вы в движении – это очень важно. То есть вести телеграм-канал, да, и вот это вот личное лидерство, когда ты в принципе, я знаете, как, ну, сама делаю и так рекомендую. Конечно, надо следить за новостями. Вот никуда от этого не денешься. У меня муж за этим следит, и он постоянно как бы это обсуждает со мной, хочет это со мной обсуждать. Мы это обсуждаем с сыном, да, потому что он экономист, у него свой взгляд. Но, знаете, в полуха, потому что изменить это мы не можем. Не надо загружать себя вот этим сейчас лишним информационным шумом. Нам надо сейчас делать бизнес. Нам надо сейчас вот просто, знаете, сфокусироваться. Если, например, неделю назад я команде рекомендовала сфокусируйтесь на рутине. Вот у меня было такое состояние тревоги, что мне, например, наш проект Wellness Transformation, я вот прям, вот, как вот он мне помог. Я делала тренировки, я ходила свои 10 тысяч шагов, я смотрела обучение. Неделю назад нам нужна была рутина. Просто проснулась, умылась, уход за лицом, пошла свои 10 шагов, сходила, пошла рекрутирую, вот, пообедала, поработала, вот такое. Сейчас надо сфокусироваться на рекрутинге и на эмоциональном фоне команды, чтобы команда понимала, что ты здесь, что ты работаешь. Ну, там, не надо махать флагом, да, но люди должны тебя видеть. В любом случае, если ты в Oriflame и ты хочешь тут развиваться, ты работаешь с командами. Это большой поток людей, это команды других партнеров, вот, поэтому мы просто продолжаем, мы друг друга поддерживаем. Мы все вот честно плакали, когда вчера проходила от компании в два часа Zoom встреча. Я думаю, все посмотрели и гордость, у меня даже муж посмотрел весь час, смотрел до конца. И гордость, и единство, дух и страсть, просто, ну, эти наши ценности, они сейчас нас вывезут из того, куда мы неожиданно все попали. Вот, поэтому лидер для себя и просто вперед. Спасибо большое, Светлана. А можешь поделиться, допустим, сеткой своих планерок, как часто ты сейчас будешь на связи с командой, когда у тебя проходят какие встречи, да, для того, чтобы, вот, если у меня пока еще, знаешь, нет видения, вот, в четвертом каталоге, да, вот, как часто мне встречаться, может, какие-то индивидуальные встречи и так далее, можешь вот немножечко сориентировать мне? Да, конечно, могу, но у нас, смотри как, Катюш, у нас разработана очень давно, уже вот девятый год, система делай как я, то есть у нас есть первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый, и мы придерживаемся нашей этой системы, которую мы когда-то создали, и, в принципе, мы будем работать в рамках нашей системы. То есть сильно углубляться в изобилие планерок я не буду, это точно, вот, потому что у меня, вот, например, сейчас семь команд, они работают самостоятельно. В одну команду я хожу на планерки как гость, в одну команду, то есть я еще их пока сопровождаю, да, а все шесть остальных, они работают самостоятельно. Они будут, я думаю, в рамках системы проводить свои планерки, но я, у меня есть еще маленькие команды, которым я нужна, потому что они только начинают. Я сейчас вижу больше такие встречи в рамках мастер-майндов, то есть ничто, ну, раньше, Кать, очень много времени, честно, на планерке занимала информация донести акции. Девчонки, как вы поняли, что мы будем с этой акцией делать, как мы ее отработаем, понимаешь? То есть были такие очень информационно глубокие планерки, потому что каталог запускаем, блин, надо все эти акции понять, разложить и всех как бы, да, там сориентировать и все это посчитать, как команда сработает, к какому результату мы идем. Сейчас этого нет, это все облегчается. Сейчас главное следить за эмоциональным фоном, фокус на рекрутинг и мастер-майнды в каком плане, что мы будем делать, как мы это можем сделать, как нам вырасти, что мы сделаем с Е-каталогом, да, какие отсутствующие... Четкие планы действий. Да, да, да. То есть информационная составляющая, она сейчас уходит, ну какие-то могут быть новости там, да, но основа, основа, вот как мы проводили, так и надо проводить. Может быть, если вы видите, что, ну я так тоже вот делаю, да, если я вижу, что, допустим, ну есть, мы все разные, мы все разные люди, да, и у всех у нас разная психика и разная ситуация в жизни, и если мы видим, что у какого-то лидера что-то там не получается или, ну, состояние, настроение, ну лучше индивидуально созвониться, мне так кажется. Просто позвонить, поговорить, вот в таком вот, потому что у кого-то сейчас потеряют работы в Е, ну то есть будут какие-то свои истории, я думаю, что лучше немножко вот индивидуально. Бесконечных планерок, наверное, нет. То есть есть стандартные традиционные планерки, которые проходят в команде там у кого-то еженедельно, и ты говоришь о том, что вы также будете поддерживать их, и второй фокус – это на индивидуально сопровождение. Ну то есть прям чувствовать эмоциональное состояние, рабочее состояние ключевых партнеров, и исходя из этого уже принимать решение, кому что необходимо. Что я знаю команды, которые, допустим, там, на четвертый каталог запланировали там утренние пятиминутки в чатах каждый день. То есть у каждого, мне кажется, свое ощущение внутреннего состояния команды, и исходя из этого каждый принимает свое решение. Ну, естественно, в чатах активно мы работаем, да, и планерки проводим голосовыми сообщениями, информацию даем, все очень актуально. Все директора и менеджеры абсолютно как один к одному умеют это делать, и это все распределено и по дням, и по темам. Естественно, директора за этим за всем следят, там как бы с этим все хорошо. Ну, короче, основное все-таки я считаю, это вот сейчас надо подтягивать рекрутинг. Надо идти к людям, вот просто идти к людям, просто им говорить, что… Вот меня даже соседи спрашивают, Светлана, Икея ушла, вот мне там из другого таунхауса девушка кричит вчера. Светлана, Икея ушла с рынка, а вы что со своим Арифлеймом? Я говорю, а мы работаем дальше, мы не уходим. То есть с этим сейчас надо к людям идти. Да, потому что не все же читают новости, а те, кто видят новости отрывками, могут сложить неправильное понимание о том, что Арифлейм тоже мог уйти с рынка, если какие-то другие шведские компании приняли это решение. Поэтому я здесь соглашусь с тобой, что вот это вот такое всеобщее касание, которое должно произойти и по спящим, и по неверминированным, и по активным, и неактивным, и по всем, кто нас окружает, с единственным сообщением Арифлейм, продолжая свою работу на рынке Арифлейм Россия, у нас цены всего лишь плюс 20%, отличные предложения внутри каталога, план успеха, приходи к нам, мы тебя ждем, у нас отличная команда. Мне кажется, что вот это да, ты абсолютно права, что это сейчас основное. Я хотела бы еще, Катюш, знаешь, что добавить? Сейчас, когда вот я для партнеров, может быть, для менеджеров скажу, что сейчас, когда вы будете составлять свои сообщения, не начинайте их со слов «Привет», «Добрый день», «Здравствуйте», «Здравствуй». Начните с какой-то фразы магнита, например, «А ты знаешь знак вопроса?» Или «У меня новость», или «Слушай», ну, буквально просто накидываю, да, каждый свое придумает. И можно сейчас вот таким сообщением коснуться тех людей, которые не были вашими клиентами, не были партнерами, не были в вашей команде. Они просто, ну, находятся у вас, они найдутся у вас в Телеграм, они найдутся у вас еще пока в WhatsApp, да, и, допустим, ВКонтакте, в Одноклассниках. И просто, понимаете, люди, обыватели, им сейчас, ой, а вы ушли с рынка Арифлейм? Или вы работаете? А вы что, вы уже все свернули? Вы просто можете этим людям, вот этим сообщениям, как сказать, их интерес, ну, как бы развеять, да, что мы здесь, и дать им эту информацию. Да пусть даже скидку предложить, да пусть оформить даже, берете ссылочку, личный кабинет, слушай, хочу тебе подарить личный кабинет, 20% скидка. Отлично. То есть прямо вот нужно сейчас, вот сейчас Арифлейм должен просто очень громко заявить о себе. Продукт обалденный, возможности шикарные, просто мы сейчас, как партнеры, да, мы просто должны сейчас вот на эту арену выйти. Да, да, супер. Ну что ж, я благодарю тебя, время пролетело просто незаметно. Наша планерка уже подходит к завершению. Я уверена, что сегодня, благодаря твоему выступлению, у многих сложился план действий. Кто-то сейчас его еще дополнит, составит общую картину, и начиная уже с сегодняшнего дня, с субботы, начнет свою активную работу по продвижению четвертого каталога. Я благодарю тебя за эту встречу, я благодарю тебя за эту планерку, я желаю твоей команде отличных результатов, и, конечно же, мы желаем Арифлейм Россия отличных результатов в четвертом каталоге. Спасибо тебе большое. Спасибо, Катя. Спасибо. Ну что, всем пока, до скорых встреч на планерках. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok